Ситуация с энергосистемой в Галском районе оставляет желать лучшего. Но, как пояснил начальник филиала Рубчерноморэнерго, Нияж Гириная, она не самая плачевная. Прослеживается незначительная положительная динамика на снижение потребления электроэнергии после выявления и устранения криптоферм. Но состояние электросетей и трансформаторов, которые давно устарели, удручающее. Ситуация в энергетической отрасли в Абхазии сложная, это и так ясно об этом. И везде говорят, не только в энергосистеме страны, но и в политике, везде обсуждается всегда вопрос энергетики, так как он важный и проблемный. Ну, именно касающийся Гальского района, ну, можно сказать, ситуация чуть лучше, чем в других там соседних районах. Я, на мой взгляд, рост расхода электроэнергии в пределах нормы, можно так сказать. Нету роста. Вот сейчас под цифром тоже можно как бы говорить, допустим, в 2020 году было начислено на Гальский район 18,5 миллионов рублей. Мы израсходовали на эту сумму. Соответственно, в этом году, как и в 2021, на 17,8 миллионов. Ну, чуть меньше потребления. Начальник филиала «Рубчерноморэнерго» Нячкириная пояснил, что существенный рост нагрузок на электросистему приводит к авариям. В резервы трансформаторов нет материально-технического обеспечения. Нет, техника постоянно выходит из строя. Поэтому энергетикам приходится сложно. Ну, проблемы у нас, самые большие проблемы, нету нехватка материалов. Материалы не имеем. И оборудование то, что сейчас как бы снабжает район, она устарела. Есть трансформаторные подстанции, КТП, ШКТП, которым больше 60 лет. Они уже амортизированы. Но как бы мы знаем, что нету какого-то средств для его обновления. И то, что есть, то и как бы ремонтируем, как-то поддерживаем. «Черноморэнерго» то, что может, помогает. Мы своими силами тоже как бы и пока держим ситуацию, как бы снабжаем. Везде свет горит, в каждом очаге. И вот так вот, не знаю, с Божьей помощью мы пока справляемся. Незаконный майнинг криптовалют в Абхазии перегружает энергосистему. Но в Каловском районе криптоферм нет. Все акты проверки ранее выявленных ферм в районе проверены, заявил неожгеряная, и переданы в правоохранительные структуры, подчеркнул он. Ситуация по майнингам, как и везде, так и у нас тоже сложная. Но в данной ситуации у нас, как таковых, ферм майнинговых нету по району. Они были выявлены в свое время, начиная с декабря прошлого года. И мы отключали несколько ферм. Ну, как его оперативный штаб существует при районе, при главе администрации. Туда входят МВД, прокуратура, СГБ. Мы вместе проводим мероприятия выявления, отключения. И отключили несколько таких. Было ферм 5 или 6. В данной ситуации у нас на сегодняшний день ферм нету. Что касается платежей за потребляемую электроэнергию, Чигиринай отметил, что несмотря на то, что по сравнению с жителями других районов Кальций платят более исправно, задолженности, тем не менее, существуют. По оплате, допустим, у нас как 30% по физлицам, как его оплата. Это, ну, можно сказать, цифра небольшая, но по сравнению с другими, как его, мы всегда в первом, втором месте, как его, по республике. Вот такая вот сложная ситуация. Значит, это связано не только, как его, ну, ситуация с пандемией, много-много причин, из-за чего население там как бы не оплачивает. Из-за устаревших энергосетей, аварийных ситуаций, отсутствия должной материально-технической базы, специалисты вынуждены работать постоянно, чтобы устранить аварии и их последствия, сказал руководитель распределительных сетей Владимир Джахаев. У нас большие трудности только в материально-техническом обеспечении. Специалисты у нас хорошие, есть и молодые специалисты, но все с энергетическим образованием. Вот, есть молодые специалисты, есть практиканты. Но у нас самое плохое состояние – это по материально-техническому обеспечению и техническому состоянию транспорта, спецтранспорта. Вот, автовышки, значит, кран 25-тонный, кстати, у нас, он на ремонте, без него тоже нельзя никак, вот, с топливом проблемы бывают. Но самое, самое большое зло для нас – это то, что у нас нет сбора, нормального сбора средств от населения. Деньги не поступают. У людей нет возможности оплаты, вот, а электроэнергию все хотят. Люди должны работать на нормальной технике, запасные части, вот. Всё это очень важный фактор, который обеспечивает бесперебойную работу и успешную работу. Сегодня в филиале работает более ста человек. Все с техническим, высшим, специальным образованием. Специалисты, знающие своё дело, отметила делопроизводитель. Ну, я уже работаю около более 20 лет здесь, вот. Сначала было очень трудно, конечно, потому что людей было мало, специалистов было мало. Но, вот, и было очень трудно. Мы работали, даже помогали, даже мы ходили по улицам и сбор налогов, занимались сборами денег за электроэнергию. В первую очередь, они вообще не давали первое время денег. Ну, сейчас уже, слава богу, возобновим всё, всё это, ладно, складно. Раньше мы в одном даже кабинете находились, но сейчас кабинетов, слава богу, у нас достаточно. Ну, все сидим отдельно. Ну, у нас около 100 человек работают вместе с контролёрами, электромонтёрами, которые занимаются сбором налогов. Около 28 человек они по сёлам, по городу, по районам. Вот. И, ну, получаются медицинские пациенты. Ну, а остальные, конечно, являются на бюджете за заработной платы. Ветхость оборудования и многократный перегруз системы, которая увеличивается с каждым годом – основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным компании «Черноморэнерго», около 70% населения не платит за электроэнергию. Это всё не может не сказаться на дефицит электроэнергии. Поэтому с 28 июня вводится график отключения.